Сударь, вы и вдова Авторы сценария Милош Мацуорек и Вацлав Ворличек В ролях Яна Янжурова, Оленка Борова Эдуард Чупок, Иржесовок, Франтишек Филипповский Чеснер, Аржанда и другие Субтитры создавал DimaTorz Субтитры создавал DimaTorz Композитор Свата Плук Гаволка Монтаж Милослава Гайека Оператор Вацлав Гануш Режиссер Вацлав Ворличек Субтитры создавал DimaTorz Ваше Величество Самолет Его Величества Оскара 15 Только что приземлился Я похож на человека с плохим зрением Толку от вас, как от козла молока Это не для печати, Штайнер Разберитесь Есть Внимание А теперь перейдем к главному, генерал Отис Я знаком с председателем правительства Генерал? Но это же Это же Эвелина Келетьева И ее супруг-промышленник Знаю Я видел ваш последний фильм Ванна на террасе У вас там главная роль, да? Хочешь сказать, Келетьева Играла ванну, дорогой кузен? Он ваш двоюродный брат? Все люди братья Келетьева А все короли – двоюродные братья Вот как Равняйсь! Смирно! Пардон Вечно вы что-нибудь выкинете Ваше Величество Молчать Меня посетила мысль Я распускаю армию Ваше Величество Молчать Вы представляете опасность Даже в мирное время калечите людей Что же будет, когда начнется война? Когда это произошло? Семнадцать минут назад Я просил третью, а вы принесли пятую Болван! Смотрите у меня Уволю Профессор Да, Ваше Величество А честь я смогу отдавать? Разумеется И обходиться при этом без всяких нервов Вы будете бесчувственнее Чурбана И невозмутимее осла Это радует Его надо отвлечь Горячие новости Ваше Величество Розебуд Четвертый Розебуд Четвертый распускает армию А Оскар Пятнадцатый Волшебной рукой Профессора Сомара Уже напечатали? Естественно, Ваше Величество Темпа всегда на шаг впереди Стюарт Стюарт, редактору нужен гороскоп новой певички Она будет страшно популярна Прям такой уж талант? Нет, платиновый диск выйдет Дальше Бобо? Когда ты появился? Я даже не заметил? Стюарт, они меня выгнали Я предупреждал Нельзя рубить с плеча Знаю Но я ведь не специально Что я могу для тебя сделать? Ты же астролог Посмотри, пожалуйста, что со мной будет Для тебя это сущий пустяк Говори, когда ты родился Я не знаю Но я не знаю Я не знаю Чем порадуете, Штайнер? Все произойдет завтра пополудни. На четвертом этаже оборвется лифт, а система безопасности не сработает. Армию распускать будет некому. Я подготовил празднование в честь нового руководства страны. Мы еще не победили. Произойдет что-то ужасное. Я все понял. Меня убьют. А меня? Нет. Ты спасешь мою жизнь. Да? Да. Ты вернешься к работе. Не хочу тебя слишком обнадеживать. Но вдвоем мы справимся. Вдвоем с тобой? Да. Я должен стать вдовой. Причем дважды. А потом жениться на Молле. Молле Адамс? Ты ее любишь? Да. И женюсь на ней. И на ее муже тоже. Двойное замужество? Этого никто не позволит. Звезды не лгут, Бобо. Стюарт, срочно в королевский дворец. Я не очень-то доверяю гороскопам, но ваши предсказания сбываются. Человек только раз в жизни может отважиться на такой шаг, ликвидировать армию. И будет досадно, если что-то сорвется. И что будете пить, Гампл? Чай с Ромом. Что там вышло? Не мешай ему. Хватит. Твои замечания начинают действовать мне на нервы, Кузан. И, честно говоря, я не понимаю, как человек с таким характером может распускать армию? Ты как бочка с порохом. Ты тоже в любой момент можешь вспыхнуть. Черт. Откуда такой запах? Из ноги. Я как-то наступил на раскаленный гвоздь. Так же воняло. Ваше Величество, кто-то готовит за... Завтрак. По... По... Полдник. Нет. Заговор. Покушение. Что-то с лифтом. Четвертый этаж. Покушение. Заговор. А кто? Немедленно позовите сюда Отиса и Штайнера. Пейте чай. Спасибо. А в целом картина? Радужная. Если вас не убьют. Оригинально. Генерал Отис, майор Штайнер. Отис против меня готовят заговор и... Покушение. Насколько мне известно, в каком-то лифте. Не может быть. Кто вам сказал? Гампл. Астролог из Темпа. Звезды не лгут. Господин генерал. Доведите эту информацию до правительства, чтобы не попасть в просаг. Идите. Этот астролог должен исчезнуть. Выполняйте. Есть. Нет, Джон. Ты не имеешь права умирать. Зачем столько истерики? Знаешь что? Занимайся лучше пушками. Кто играет Джона? Этот чурбан неотёсанный, твой друг. Да ладно. Гугенхайм славный малый. В мирных целях его бы следовало препарировать. А знаешь, что будет накануне премьеры? Генеральная репетиция. Свадьба господина Штайнера и Молли Адамс. Я же говорил, что не хочу жениться. Хочешь? Просто боишься в этом признаться. Пригласим пять-шесть человек. Эвелину, режиссёра Бранта, твоего Отиса, моего соседа. Гампла? Астролога? Да, он такой милый. Любит меня. Оформляет страховки, носит булочки. Я что, не могу позвать кого хочу? Главное, не забудь того, кто возьмёт тебя замуж. Роберт, ты меня любишь или нет? Я не в настроении. Эвелина. Добрый день. Нам надо поговорить. Это срочно, господин Гампл? Речь идёт о... о... о свадьбе. Вы уже знаете? Мне сказали звёзды. А вам? Простите. Откуда вы знаете про свадьбу? Как откуда? Ведь это я выхожу замуж. А, ну да. Всё правильно. Будем жить втроём. Втроём. Втроём? И как вы себе это представляете? Если честно, мне это тоже показалось странным. Но так говорят звёзды, а они не лгут. Мы найдём общий язык. Молли. Эти люди ищут какого-то Гампла. Чем обязан? Вы тот самый предсказатель? Да. Наш полковник хочет узнать, кто у него родится. Мальчик или девочка? Извините. Это он? Простите. Вы сказали, я должен выяснить, кто родится. И кто не родится. А совсем наоборот. Привяжите его. С ребёнком это такая шутка, да? Нет, ты глянь. Ему хоть бы что. А к этой говядине. Сейчас придёт коллега и спасёт мне жизнь. Как же. Награды, Ваше Величество. Прекрасно. Благодарю вас. Только не подведи Оскар. Слушай, ты не мог бы одолжить мне на пару дней этого Гампла? Я хочу внести несколько предложений в парламент. Астролога? Не вопрос. Пардон. Это невозможно, Ваше Величество. Бедняге вчера на голову что-то упало. А номер? Не при мне. Я не выношу крови. Пардон. А теперь слушайте. Я вытащу вас из передряги, но с одним условием. Ссор из избы не выносить. Я солдат и знаю, что такое военная тайна. Распорядитесь, чтобы ко мне домой прислали карты Гампла. Я собираю антиквариат. Вы сами это видели? Невероятно. Спасибо. Нии неврологии попросил мозг этого Гампла. Мозг гениального астролога, господин генерал. Его заспиртуют. Браво. Прошу, господа. Гампл мертв, и ничто не преграждает нам путь. Да, но по его предсказанию королю не прошмыгнет даже мышь. Осмелюсь предложить вам один проект. Какой? Правда, он обойдется в кругленькую сумму. Ерунда. В государственной казне денег хватит. Есть один человек, который может попасть к королю в любое время суток. Эвелина Келетева. Она не убьет короля. Убьет. Пропуск в тюремную больницу. А, что бы вы. Милости просим. Ей уже недолго осталась печень, не к черту. Еще две недели и все. Погодите. У нее гости. Подавился таки. Он мне за это заплатит. И вы могли бы выглядеть вот так. Минутку. Я таких еще не встречал. Дай гляну. Руками не трогать. Ну так что? Вы еще спрашиваете. Я согласна. Не звись, Фаню, я кое-что скажу. Если ты будешь выглядеть как она, я не знаю, что с тобой сделаю. А что ты можешь сделать, урод? Кто самый? Дурачок. Я вас не ограничиваю, господин Блум. Приходите в любое время. Все нервы вымотал. Козел. Штайнер? Ну я сама виновата. Накосячила. Что? Эй, ты, покажи шрам. Под бритвы? Да. Смотрите. А за что вы еще сидели? Мужа стукнула сковородкой. Вы вдова? Да. Потом были бармен, органист и еще один тип. Четыре убийства с одесским уклоном. Достаточно было сказать, закрой глазки и готово. Кровь меня возбуждает. Как и золото. Вы когда-нибудь воровали? Вот оно что. Это золото? Уже нет. В одном музее, господин Штраус, она стырила целую коллекцию золотых вещей. И не смогла пройти в дверь. Пришлось развратить стены. Не пропустите ли нам по стаканчику Рома? Хорошо. Сейчас сгоняю и принесу. Тебе тоже. Мадам Штубова, вы могли бы убить человека? Мужчину или женщину? Мужчину. Легко. У вас будет уйма денег, билет в Америку и полная свобода действий. Но есть одна загвоздка. Говорят, вам еще жить целых две недели. А мы не можем так долго ждать. Мадам Штубова. Мадам Штубова. Мадам Штубова. Левую в неврологический правую Сомру. Профессору Сомру. Я и говорю, левую в неврологический правую Сомру. Мадам Штубова. Мадам Штубова. Распишитесь. Боже мой, неужели это мозг?! Вы не перепутали? Как можно. Ну, ладно. Профессор. Вы меня замучили, профессор. Красота требует жертв, моя дорогая. С собой вы не особо-то жертвуете. Затвердело. Закройте глаза. Закройте глаза. Закройте. Долго еще. Скоро мы вас оттуда вытащим. Она что-нибудь заподозрила? Нет. Я сказал, что это новые обертывания, повышающие эластичность кожи. А почему все так засекречено? В фильме есть опасные сцены. Она хочет играть сама, но король за нее боится и заказал у вас копию. Понимаю. Опасные сцены снимут без нее. Да. Раз это такая тайна, я не смогу запросить нормальный человеческий материал. Есть другие варианты? На выбор. Тело из свинины или из говядины. Ты чего? Это салон красоты. Кто делал желудок? Я, профессор. Так я и думал. Посмотрите, что вы туда напихали. Всякой разной ерунды. Ей же придется все это переваривать. Нет, я вас точно уволю. Исправьте. Она, наверное, была умной. Смотрите, профессор. У нее мозг, как у мужчины. Я тоже заметил. А кем была эта Штубова? Не знаю, но наверняка одна из представительниц нынешней интеллигенции. Извилин, как у греческого философа. Да, незаурядный интеллект. Но мы ведь должны сделать копию Эвелины Келетивы. Внимание. Все готово. Итак, господа. Эвелины Келетивы. 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 Господа, думаю, все должны быть довольны. КОНЕЦ КОНЕЦ Фантастика. Точная копия. До последней веснушки. Она живая? Это мы оставили вам. Вы вдохнете в нее жизнь. Как творец. Я. Только будьте очень внимательны. Точно из уст в уста. Как при искусственном дыхании. КОНЕЦ 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 Что вы себе позволяете? Она просто испугалась. Послушайте, как мило она заикается. Кто делал связки? Я. Завтра же возьму и уволю. Итак, мадам Штубова, вы снова на этом свете. Что это? Откуда? Как я сюда? Попал. Попала. Попала. Мадам Штубова, вы женщина. Вы можете говорить глупости, но следите за грамматикой. Не называйте меня мадам Штубовой, и выйдите, я почти голый. Голая, голая. Не волнуйтесь, вы к этому привыкнете. Со временем все пройдет. А вы что тут делаете? Штайнер. Вы знаете этого человека. Так ведь? Вы начинаете вспоминать. Одежда у вас есть, там лежит парик. Нам лучше уйти, ей надо успокоиться. Удачи, мадам Штубова. Никакая я не Штубова. Они меня убили. Да, вас хотели повесить. Но вы скончались в тюремной больнице, мадам Штубова. Хватит. Оставьте меня в покое. Во-первых, я не женщина. Неужели? Посмотрите в зеркало. Это... Это же Эвелина Келетева. Штайнер, что это значит? Объясняю еще раз. Вы Фанни Штубова. Вдова Игнца Штуба. Вдова? Уже? Я вдова? Конечно, вдова. Ладно. Все в порядке. Я рад. Если я вдова, то у меня это должно быть. Породолжайте. Давайте. А теперь, мадам Штубова, к вопросу о том, почему мы вернули вам жизнь. Вы должны совершить свое пятое убийство. Что? Я должна кого-то убить? Конечно. Короля. Вам ведь главное, чтобы был мужчина? Это наш повар. В чем дело? Внизу ждет какой-то господин. Я ненадолго. Прошу прощения. Минутку. Добрый вечер. Я пришел. Как и договаривались. Ах, да. Вы поторопились. Зато теперь, мадам Штубовой, будет не скучно ночью. Прошу. Вот так сюрприз, да? Проходите, не стоите. Вот это да. Фанни. Ну тебя и подрихтовали. Кто это? Ваш знакомый, мадам Штубова. Вспомните. Вот пижама. Что это? Пижама. Я не хочу с ним оставаться. Особо не резвитесь. Под вами спит повар. Пижаму утром сожгите. Погоди прочь. Не дури, Фанни. Раздевайся. Что за дело? Когда ты была жабой, я тебя вполне устраивал. А теперь и дотронуться нельзя. Убери от меня руки, свинья. Ты какая-то странная. Ладно. Где кувшин? Там. Вода тоже. Понял, не дурак. Принеси тапки. Фанни, у тебя тут что-то шипит. Что за черт? Какой идиот это придумал? Фанни, ты только посмотри на этого пижона. Ты. 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 Вот зараза. Опять меня заманила в ловушку. И надо же до такого додуматься. Порядочных людей кипятком шпарить. Открой дверь. Слышишь? Хватит с меня уголовщины. Я тебя проучу. Послушайте. Я ничего не чувствую. Как животные. Мы сегодня не выспимся. Главное, чтобы ничего не испортилось. Это еще свежая телятина. Не забывай. Перед тобой Блум. Очень приятно. Гампл. Ну, погоди. Я тебя такое устрою, век не забудешь. Скотина. Ты у меня волком выть будешь, тупая корова. Баба. 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 Дай сюда. Ты с этой саблей уже один раз оскандалился. Я Стюарт. Помнишь, я говорила, что стану водовой? Вот и стал. Что значит Стюарт? Сейчас я все объясню. Что там происходит? Это не вилла, а какой-то бордель. Альфред. Штайнер – молодой темпераментный человек. И с таким олухом я обсуждаю покупку участка. Тебе надо обязательно предупредить Молли. Она должна знать, за кого выходит. Как скажешь, дорогой. Пока. Пока. Минутку. Вот так встреча, да? Сейчас я с тебя, гадина, шкуру-то спущу. Альфред. 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 В чем дело? Это облезда обезьяна, твой новый хакаль? Ну и ну. Прекратите, иначе я быстро найду на вас управу. Спокойно, приятель. Не надо меня на понт брать. Я пять лет ходил с ней на дело. Связался с криминалом. А она теперь морду воротит. Полиция. Полиция. Уже иду. Вот тебе, негодяй. Убирайся. Я так отделаю твою конопатую задницу, что сесть не сможешь. Конопатую? Ты перед ним раздевалась? Это допрос? Думаю, ты не всё рассказала мне о своём прошлом. Думай, что хочешь. Куда теперь? Сначала в банк. А потом к этому Штайнеру. Ясно. Солнце скрыло свой лик. За горами. Пришёл час вашей смерти. Стоп! Стоп! Стоп, я сказал! Господи Иисусе! Бугенхайм! Куда вы лезете? Простите, я задумался. Вот как задумались. Вы же никогда не думаете, вот и не меняйте свои привычки. Какие у тебя потом планы? Иду на свидание с королём. Эвелина, а ты не могла бы пригласить короля на мою свадьбу? Пригласи сама. Я договорюсь насчёт аудиенции. Так, продолжаем. Со слов «С Богом, друзья». С Богом, друзья! Нас здравствует старая добрая Англия! Ни одна капля крови не прольётся даром. Джон! Отвяжите её! Нет. Тогда ты тоже умрёшь. И первым. Стоп! Кто дал настоящие? Реквизиторы сюда. Я вас в тюрьму засажу. Вы понимаете, что могло произойти? Как она? Вы живы? Эвелина. Как вы? Он мог... Мог меня... Убить? У неё шок. Думаю, на сегодня достаточно. Так и сказал, кокнут. За ограду можно выходить. Только ночью. Вид у тебя, как у клоуна. Да, так лучше. А что делать с этим, Бобо? Не знаю. Я не женщина. Я закончил военную академию. Есть булавка. Да. Тебе не больно? Нет. Какие у нас планы на вечер? Когда Штайнер всё закроет и уйдёт спать, я приставлю лестницу к твоему окну. Ты спустишься, и мы исчезнем. Ты убежишь со мной? Да. Я больше не хочу иметь со Штайнером ничего общего. Бобо. Эй, держись подальше. Это всего-навсего 50 килограммов телятины. В том-то и дело. Я ведь повар. Так, это надо почистить. Всё, хватит курить. Я Келетти. Господина Штайнера нет. Покажите платье. Нет, оно всё в грязи. Благодарю вас. С меня довольна. Фредди! Фредди! Вот ты где. Смотри, что мне удалось найти. Прелесть, да? Ты отпустил слуг? Почему? Сейчас узнаешь. Где ты была? Выдался такой день. Одно переживание за другим. Да? А платье уже привели в порядок. Переживания происходили на полу или прямо на земле? А чего он, Тальфред? Я знаю, что ты была у Штайнера. Кто из них лучше? Тот вонючий кретин, который знает про твои веснушки? Или Штайнер, который вытирает от тебя ноги? Я никогда не была у Штайнера. Была! И голая! Ты же знаешь. Я не умею врать. Ты? Ты не умеешь врать. Шлюха! С тобой все в порядке. Моя совесть чиста. Ты лжевая, грязная, подлая и гнусная тварь. Что это с ним? Нет. Ничего. Ступай в дом. Господин Келетти, не делайте этого. Я вам приказываю толкнуть этот стул. Не делайте этого. Надо починить, господин Келетти. Чтобы никого не убило. Толкните стул, или я вас уволю. Не надо, господин Келетти. Я убил свою жену. И хочу умереть. Эта женщина выглядит точно так же, как ваша жена. И что с тобой? Если мы заманим ее сюда, то все уладим. Я уже приготовил лестницу. Лестницу? Положитесь на меня. Видите ту фигуру? Стюарт, значит, как договорились? Я приду за тобой через окно. Не кури. Он может зайти. Черт. Зачем открыли окно? Здесь душно. Завтра визит к королю. Нож и план дворца получите утром. Спокойной ночи. Ты испятил Боба. Стюарт. 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 Эй, где ты? Штайнер уже спит. Нам пора. Мужчины сильнее. Но если женщина уснет, разбудить ее можно только на том свете. Что значит на том свете? Сейчас мы пустим газ. А утром все узнают, что ваша жена покончила с собой. И вы станете вдовцом, а не убийцей. Благодарю вас. Я этого никогда не забуду. И где этот Штайнер нашел такую идеальную копию? Я думаю. Я думаю. Я иду. Сейчас обнаружит труп Что-то стряслось Хозяйка попросила чай с Ромом Я открою Поймите, это наша работа, мы должны информировать общественность Как себя чувствует мадам Келетьева после случая в театре? Пардон Могу я с ней поговорить? Это исключено Моя жена сегодня не в своей тарелке Неудивительно Я вчера был в театре и все понимаю Но я должен с ней поговорить у нас на носу премьера Последний раз повторяю, она без сознания Пару слов для темпа И экспресса Вы не забыли, у нас завтра премьера Она меня даже не узнала Это серьезнее, чем я думал Моя машина За ней Я слышал, вы пережили Настоящий шок, мадам Прошу Это уже не важно Конечно Присаживайтесь Пардон А что я получу от вас за эти карты? Что хотите? Невероятно Все, что захочу Да Но Для мужчины моего темперамента Это означает Только одно Без разницы Мне Все равно А мне нет Я столько лет Мечтал о вас Никаких поцелуев Что это? Ах, вы проказница Как это снять? Я не знаю Занятная модель Кто-то приехал Кто-то из газеты У нас, милая Герда Нет других занятий Только работа Цвет непривычный Вы любите целятину? А что? Так, ничего Потом поболтаем Ничего Более волнующего Я в своей жизни не испытывал Нет, Герди Это ничего, что он работает Он никогда бы не простил Если бы ты у нас не остановилась Прошу Фу Как не стыдно Между нами все кончено Кто это? Не делайте вид, что не знаете Продажная девка Она здесь Все внутрь, быстро Бога ради, Мария Опомнись Опомнись? Вы могли бы как минимум одеться Мария, мы все уладим Речь идет о моей карьере Уладить можем Но нашей любви конец Уладить можем Но нашей любви конец Любви конец Генерал, у меня нет слов Что вам здесь все надо? Убирайтесь! У меня журналистское удостоверение Ваша жена только что разрушила Мой брак Я бы на вашем месте не принимал это так близко к сердцу У актеров иная мораль, как у птиц Но карты теперь мои Как это? Почему? Вы же меня раздели Да, но до дела мы так и не дошли Все на выход Мы еще не закончили Поверить не могу Боже! Она собирает антиквариат Ей нужны мои карты Я бы не принимал это Я тоже У коллекционеров иная мораль Они как пчелы, правда? Как вы можете Так гнусно использовать Страсть моей жены? Я не ваша жена Он хотел отравить меня газом Не забывайте Она испытала шок Убедите ее, что она ваша жена Иначе под суд Без сомнения, это моя жена Я вызываю вас на дуэль Дуэль? Это слишком Видишь, Амар, дуэль Из-за каких-то карт Мне раздеваться? Нет Мария, Бога ради, прости Молчи, между нами все кончено Герта будет свидетельницей в суде В суде! Мадам Отисова, зачем сразу суд? Зачем разбивать семью, основу государства? Мне нужны эти карты Может, вместе снимем? Нимитесь Забирайте карты и проваливайте Вы тоже вон! Не мы вон А ты вон, подлец Вилла моя После того, что случилось Вам должно быть очевидно Что все может закончиться только катастрофой Ее надо убрать И побыстрее Отдайте ей карты Или она разнесет дам Мы поступим хитрее Ее нет Она исчезла Сложилась Очень опасная ситуация Эта женщина Наш злейший враг Если она кого-то убьет, нам конец Ее поймают, и она все расскажет Послезавтра король распустит армию И расправится с нами Спасибо, Шнайдер Если король умрет, то с нами уже ничего не сделает Я пожертвую собой Проникну в спальню и... И что? Я знаю, что делать Я с нетерпением ждал своей свадьбы Но для дела могу пожертвовать чем угодно У моей невесты Молли Адамс В час назначена аудиенция у короля Но это значит, что она тоже погибнет Ничего не поделаешь Это единственное решение Это ты, Бо-Бо Стюарт Что с Молли Адамс? Не понимаю Стюарт, слушай внимательно Они хотят что-то сделать с Молли Дошло? С королем и Молли Я до конца не расслышал Но ты ведь астролог Взрыв в секторе А Гардероб Час дня Взрыв Принесите мне порошок и стакан воды У нас все получится Но как? А так Я буду ждать внизу Вы позовете ее сюда Предложите выглянуть в окно И осторожно Стукните ногой А паркет Несчастный случай Вдруг не получится Надо потренироваться Эй Что вы там делаете? Господин Келетти Господин Келетти Что? Она уходит Посмотрите налево Вверх Остановите ее Господин Келетти Извини, я была в ванной Молли Проходи, не стой в дверях Я только что вам звонила И секретарь сказал Что у твоего мужа Что-то с головой Легкая мигрень? Да Мигрень Пожалуйста Потри мне спину Да Через час мне надо быть у короля А я еще в таком виде Я так волнуюсь, что уже не хочу никуда идти И не ходи Не надо Останемся здесь Я буду тебя мыть Издеваешься? Я специально заказала новое платье Сходи, посмотри Здесь потереть Нет, спасибо Может, там Я сама Господи, что с тобой? Чем отвлекать? Посмотри лучше платье К королю обращаться Ваша светлость Или ваше величество? Никакому королю вы не поедете Не поедешь А я и не собираюсь брать машину Тут недалеко пройдусь Я тебя не пущу Почему? Ты же сама договорилась Ты никуда не пойдешь Да что с тобой сегодня творится? Не стой Ноги и встала Отдай ключ Нет Эвелина Она просто ревнует Уже идут Давай Нельзя ли повнимательнее? Простите, мадам Подождите немного Каблук Когда сработает? Через пять минут Такси 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 Не торопись, Фанни Помнишь, что я тебе обещал? Помнишь? Теперь ты от меня так просто Не вырвешься Минутку Помогите На помощь Простите Ничего страшного Простите Я безумно рад нашему знакомству Мадам Келеттьева часто о вас рассказывала Это необычайно умная, интеллигентная дама Я очень ценю ее мнение Вам не кажется, что где-то тикает? Пустите! Пустите! Раздевайся! Я? Молли! 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 Раздевайся! Иди сюда! Господи, Евелина, оставь меня в покое! Подожди! Что ты делаешь? Келеттьева Разумеется Я знаю, чего вы от меня хотите Но не такой ценой Келеттьева девушка простудится Ваше величество Отвернитесь Пожалуйста Да, конечно Келеттьева, одумайтесь Сюда может зайти председатель правительства Молли Келеттьева, прекратите Вы что? Напились? Подойдите ко мне и дыхните В чем я пойду домой? Вы не знаете меры Келеттьева Разорвали девушке все платье Ты наша последняя надежда Послезавтра король распустит армию Ты в курсе Что про тебя все говорят? Что стрелок из тебя лучше, чем актер Правда? А я могу сделать из тебя главного трагика страны Отелло, Гамлета, Ромео, Пикассо Директора театра, министра культуры Заманчиво Но король Не воробей? Царь убийца Убьешь его не ты, а реквизитор Как реквизитор? Как на репетиции У тебя случайно окажется Настоящее оружие Говоришь Директор театра? Я думала, она сошла с ума Ты только представь Она через балкон залезла в квартиру Гампула Гампула? Но откуда она узнала, что произойдет? Она какая-то странная Странная? Смотрит на меня влюбленными глазами И заикается Что? Заикается? Король такой душечка Представляешь, он принял приглашение на нашу свадьбу Ты рад? Пока Профессор Сомар? Это Штайнер Я бы хотел заказать из института мозг Астролога Гампула Мне кажется, он жив Увы, правы Произошла ошибка Это точно женский мозг Штубова Фанни Штубова И где он бегает, этот Гампел? У него есть срок годности КОНЕЦ 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 Ваше время вышло, Гампел Это телятина Ее нельзя выбрасывать Знаете, сколько это все стоит? Из этого можно сделать жаркое А это пойдет суп А остальное? Из остального приготовим отбивные Рагу Или студень Смотрите, как трясятся Отойдите подальше, господин майор Я могу вас забрызгать Вы же знаете, я не выношу вида крови Живодер Быстрей, быстрей Бобо Я здесь Где платье? Там висит, возьми Погоди Тебе это пригодится, как свидетелю Приятного аппетита Спасибо Жаль, что королю пришлось уйти Телячьи отбивные – его любимое блюдо У вас сегодня прекрасное настроение Ваше здоровье Простите? Скорбит по поводу кончины мужа Благодарю вас Я так же, как и вы, одинок Может нам взять И кардинально изменить свою жизнь? Без этого не обойтись Похоже, я снова женюсь Я записал вас к профессору Сомру Из-за вашего заикания На премьере все будет в порядке Я очень рада Я буду следить за вашей игрой Из королевской ложи Было бы лучше, если бы вы сидели в другом месте Почему лучше? Это просто шутка Помните, как женился адмирал Штольверк? Говорят, он женился на подводной лодке И после обряда закончился воздух Один редактор женился на воздушном шаре И забыл балласт Когда они оказались над морем Шар стал опускаться И они выкинули священника Это вы придумали Нет, это было у нас в редакции Темпо В редакции Я знала, что это шутка Все актеры-выдумщики Но вот у кого фантазия бьет ключом Так это у оперных артистов Вы зарезали настоящую келеть его Вы так думаете? Это Гампл В нашем ремесле все по-другому Достаточно одного солдата с фантазией И можно распускать полк Я вообще не доверяю фантастам А фантазию ценю только в женщинах и в поварах У вас, мадам, прекрасный повар В эту стилятину вилка входит как в масло Приготовленное таким образом мясо Я ел только раз в жизни Это было на Квадопульпе Там же живут людоеды Может, вы каннибал просто не знаете об этом? Что-то еще? Нет, сыт по горло Я съел актрису, на которой генерал собирался жениться Он уже три раза был женат Мы каннибалы В кодексе есть статья И что теперь? Осталось только одно Куда собрались? А вам-то что? Стюарт Гампл Почему отецу надо сидеть в другом месте? Вы этого уже не узнаете Бобо! Бобо! Из-за вас я съел келетьеву Люмпен Она вам будет в страшных снах сниться Руби! Я сказал, руби! Успокойтесь, мадам, профессор Сомар и не такие чудеса проделывал Конечно А как это произошло? Несчастный случай Чесался и... Вы его спасете? Если он не умер от такого удара, то конечно Пройдемте со мной, мадам От заикания вас избавит ассистент по связкам Это вопрос нескольких минут Прошу Дайте свет Со связками никаких проблем У человека их 15 Функционирует только две Поэтому у нас в лесу так тихо Простите Простите Обращайтесь с ним крайне осторожно Если что, вы знаете Уволю Моли, наверное, с ума сходит Сегодня премьера Но мой билет пропадет Унесите Мы как-нибудь все уладим Жаль, если Моли лишится мужа, а вы премьера И как же вы все уладите? Надо пересадить Штайнеру мой мозг А этот мозг Сюда А что вы будете делать в мужском теле, мадам Келетьева? Не Келетьева Я Стюарт Гампл А это Телятина Так что одну операцию можно не делать Эта дама уже явно не заикается Господин ассистент Неужели это продлится еще дольше? Три с половиной часа Это немного Заканчивайте Сколько еще? В принципе, готово Так вдохните в нее жизнь Я не хочу получать пощечину Ничего не бойтесь Когда просыпался Гампл Ситуация была иной Смею предположить Что мадам Штубова была порядочной женщиной Поэтому будет вести себя прилично Она будет в шоке И нам надо соблюдать такт Касатик Иди сюда Что? Захотела старушку Штубову? Успокойтесь, мадам Штубова Оставьте его Это отец семейства Мадам Штубова У него двое детей Опомнитесь Вы видели? Какой темперамент Какая ненасытность Она, наверное, была лакомый кусочек Не может быть Успокойтесь, мадам Штубова Теперь вы молодая известная актриса Вас зовут Эвелина Келетева И вы вдова Эвелина Эвелина Келетева Послушайте, вы когда-нибудь играли в театре? Да Кого, например? Мухомора На диск мудренники А если бы вам предложили роль княгини Которая в каком-нибудь храме полосует горло людям Вы смогли бы это сыграть? Закрой глазки и все Я рад Можете одеться Понюхайте Прекрасно Чистая работа Мы спасли брак молодой актрисы Только вместо майора У нее теперь будет астролог Вот она удивится, что муж за неделю знает, что будет на обед Или с кем она в следующем году пойдет на рандеву Это уже не так приятно Для нее или для него? Готово? Ну где же вы, хитрец? Осторожнее, еще горячо Осторожно Где Молли? Послушайте, Стюарт Гампл Я вдруг понял, что вы очень ловко за даром получили молодую симпатичную жену Так что, Штайнер, все в порядке? Прекрасно Будьте в театре вовремя Король сегодня должен умереть Что? Король, это же ваша идея Генерал, мадам Келетьева в полном порядке Теперь заикается Штайнер Неважно, профессор Главное, что он жив Дорогая Велина Если позволите, я отвезу вас на вашу виллу Держите меня Наконец-то у меня есть своя халупа А вы кто такой? А он золотой? Вас бушует актриса Этот голос, это дикция Дикция Слушайте, а кем была мадам Штубова? Черт побери, вот это да Велина, вы прекрасны Сколько всего скрывает ваш талант Что нужно этому хмарю? Пардон Прежде чем последним из слуг покинуть этот дом Хочу сказать вам, господин генерал Что я ничего не знаю об этой женщине Кроме того, что это не она Секретарь вашего покойного мужа сумасшедший Больше сюда никакой идиот не явится? Нет, моя дорогая Мы наконец-то... Замечательно Не хотите прилечь? Простите? Ложись С удовольствием, Велина Последний раз Это было так волнующе Иди ко мне, ангел Через минуту мы будем в раю Как же Снимай галстук Мне надо добраться до глотки Лодки? Я тебя обожаю Что тут тикает? Закрыгласки Дорогая Это Гампл Бобо, скорее в театр Там заговорщики Скорее Что такое? Как вы ездите, мадам? Где театр? Мне надо там людей зарезать Театр перед вами Да Алло Молли? То есть, мадам Штайнерова Вам звонил муж С ним уже все в порядке Он приедет Спасибо Она меня доконает Я эту Келечеву Я... Уже здесь К черту все Я только что сказал, что вы, скорее всего, не приедете Мне пока по башке камнем не давали, чтобы я такой случай упустила Ну, руки прочь От заикания не осталось и следа Но тембр стал более глубоким Вот этим я должна тех людей Прошу тебя Поторопись, или опоздаешь Туфельки Шутки в сторону, Эвелина Поторопитесь Через минуту начинаем Что с отисом? Понятия не имею, Ваше Величество Но сегодня он точно придет Он не пропустит выступление мадам Келетьевой Они сегодня обручились С отисом? С этим придурком? Да, Ваше Величество Ей к психиатру надо, а не в театре выступать Где я могу найти вот ее? На сцене Подождите А где это? Там А где это? Там Вон та колонна Вчера еще тут стояла Где? И тут вы говорите Пришел час вашей смерти Да Сделайте большую паузу Что текает? Что? Лучше скажи, кого я должна зарезать Или все равно Ну вы еще и шутите Идите, мадам Уже? Ты что, плюешься на меня, свинья? Давайте помолимся Богу, друзья Мы прокляты Боюсь, случилось самое страшное И Джона уже нет в живых Нет, Джон Ради Бога Тебе нельзя умирать Молли Если ты мертв Я хочу умереть с тобой Этого Джона наверняка спрятали в ту колонну Какая наивность Тише Уже идут Солнце скрыло свой лик за горой Что? Пришел час вашей смерти Умрите Я? Что за дерьмо? Я хочу пить Вы должны сказать Умрите, мадам Умрите, мадам Нет Вы увидите Барышня будет удивлена Интересное прочтение Такое светское Мы пришли в ваши земли не как враги Занавес Достаточно Что ты орешь на меня, болван? Вы хотите принести нас в жертву своему божеству? Опомнитесь Что там у нас? А За вашу кровь он пошлет нам дождь Он оросит нашу иссушенную землю Ну, чего встал? Давай иди за пивом Я думал, действие происходит в Египте Может, режиссер хотел этим что-то сказать? Сколько стоили билеты? Нам ничего Ну, раз так С Богом, друзья Остановите его Бог с вами Даже капля крови не... Не... Не пройдется зря Зря Здорово Здорово Коко Ты тварь Коко Пойдем, пойдем Пойдем Пардон Пожор Коко Слезай оттуда Если считать это комедией, то неплохо Это должна быть трагедия, Ваше Величество С дороги Джон Джон Развяжи ее Что такое? Тогда ты тоже умрешь, и первым Как это? Иди сюда Развяжите ее Иди сюда Брось это все Вот это шейка Маэстро Иди сюда Закры глазки Хорошо, но слишком натуралистично Я же говорил, она сумасшедшая Зарезала его, как цыпленка Гугенхейм мертв Начинаем план Б С его величеством все в порядке? Король исчез Черт, пустите меня Ведь эта баба в том окошке сказала, что он должен умереть первым Меня же для этого сюда привели Что у вас с головой? Минутку Вы Шестой пешеход из Иванчиц Король там, где было оговорено Что, простите? План Б удался Какой план Б? Я совсем про него забыл Вы же сами предложили Король Где король? Не сходи с ума, Бобо Я же Стюарт Я могу узнать, где король Извини, но откуда мне знать, что ты опять переселился? Я забыл тебе рассказать Роберт! Роберт! Повезло тебе У Молли теперь есть и ты, и Штайнер Звезды не лгут, Бобо Наконец-то мы вместе Ты рад? Безумно Еще с большей радостью я бы узнал, что такое план Б Ты же астролог Взрыв Кровать Взрыв Кровать Это страшно Почему страшно? Да, постель Пойми же Милый, что такое? Что? План Б Какой план Б? Это чьи-то ноги? Это человек? Мужчина! Скорее Ваше Величество Ваше Величество Какой идиот заправил меня в постель? Я что, грелка? Ваше Величество Вы в порядке? Опять какой-нибудь заговор Вы имеете к этому отношение, Штайнер? Я нет Прекратите заикаться Который час Мы не должны пропустить салют Какой салют? Полночь В честь распуска армии Петарды Музыка Деньги И билет в Южную Америку Вы мне обещали Послушайте Келетева Заткнись Если не отдадите Мне только свистнуть Кокош ждет внизу Под окном Она сбежала из психушки Так что? Вы сказали, чтобы я зарезала мужика Я его зарезала Келетева Пора с этим кончать Отстань, старый козел Это король, мадам Штубова Штубова? Вы все с ума посходили? Кстати, что-то опять тикает Нет Коко Штайнер Штайнер Роберт Роберт Надеюсь, у нее был парашют Ваше Величество Я не Фейерверк Ну, подожди, тварь Фильм переведен и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании Петербург, Пятый канал Фильм переведен и тварь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok